Чтобы перевозить пассажиров, автотранспортные предприятия участвуют в открытом конкурсе. Условием очередного конкурса было обновление подвижного состава, который отвечает всем требованиям безопасности. Перевозчики на условия согласились и гарантировали обновить свои автопарки. Договоренность была подкреплена подписями, но по факту новых автобусов на линиях 87% вместо ожидаемых 100%. Сроки истекли. Сегодня коммерческие автотранспортные предприятия рискуют остаться без маршрутов. Конкурс – это закон, по которому должно действовать дальше и муниципальное образование, то есть мы, и предприятие. У нас стоит задача, задача четкая и понятная. Весь подвижной состав должен быть новый, с кондиционерами. У вас прописано в контракте, вы его внимательно почитайте. Вы же сами понаписали эти условия, чтобы их выполнить, правильно, в условиях конкурса. А вы их не выполняете, значит вы не имеете права дальше действовать в рамках своих маршрутов. В вашем контракте, который вы заключили, там не написано, что те автобусы, которые новые, чтобы они остались на маршруте. Нет. Там предприятие написано. Если предприятие выполняет условия конкурса, значит оно работает. Если не выполняет, то оно просто маршруты эти передает другому. Такой прецедент уже есть. Предприятие трасса, скорее всего, прекратит работу на городских маршрутах. Из 126 имеющихся у предприятия автобусов обновлена лишь половина. А такое количество старых машин на дорогах Сочи недопустимо, подчеркивает мэр. Почему нужно ускориться? Потому что это касается безопасности. Что в данном случае, значит, предприятие трасса, оно, значит, не обеспечивает безопасность. Это касается и других перевозчиков, которые не будут выполнять контракты. Крайний срок, который муниципалитет обговаривал с перевозчиками, истек 1 июня. Одни недокупили 10 автобусов, другие 20, а третьи и вовсе не знают, когда завод-изготовитель оформит доставку новых машин. Решение администрации города однозначное. Поданы иски в суд на отзыв тех свидетельств на тех маршрутах, где, соответственно, перевозчик тот или иной не обновил свой подвижной состав. Такие перевозчики-то у нас и трасса, и транссервис 6, и экспресс-авто. Глава сегодня поставил на совещание очень четкую задачу, чтобы буквально в ближайшее время, а в ближайшее время это максимум, может быть, месячный срок, полностью подвижной состав был заменен. В противном случае мы оставляем за собой право, как департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи, который, собственно, и выдает свидетельства на те или иные маршруты, соответственно, просто отозвать эти свидетельства через суд. Перевозчики тоже решили подать в суд на завод-изготовитель автобусов. Некоторые автотранспортные предприятия винят именно заводы, которые также не соблюдают сроки договоров. Галина Моисеева, Инг Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».